Сегодня у нас в гостях настоящий герой в прямом смысле этого слова, ведь ему присвоено звание Героя России Летчик-испытатель первого класса, депутат Совета депутатов Щелковского района Анатолий Андронов Здравствуйте, Анатолий Васильевич Здравствуйте Очень приятно видеть вас у нас в гостях Ну и разговор хотелось бы начать с первого вопроса, справки Вы уроженец города Щелково, да? Да Вы родились здесь Коренной житель Коренной житель И Щелковский район, мы не будем скрывать, наверное, славен тем, что в этих краях много героев Да, именем героев названы поселки и так далее, да? И может быть с этим связан выбор вашей профессии летчика? Потому что Чикаловский аэродром рядом, в общем-то Или все-таки по-другому у вас сложилось вот это стремление к мечте? Я действительно начал обучение в средней школе здесь, на Чикаловской конкретно Вот, но в 63-м году моего отца, он военнослужащий, полковник, участник войны В свое время был переведен в Ахтубинск А там находился на тот момент и сейчас находится главный государственный научно-испытательный центр Министерства военно-воздушных сил, Министерства обороны И вот в тот период, когда я туда попал, именно в тот период, когда на моих глазах происходили Испытания авиационной техники Причем не сами испытания, а люди, которые проводили эти испытания Постоянно были на моих глазах Я их видел, я видел, какие они интересные, какие они необычные Обязательно с юмором, обязательно очень такие жизнелюбы И, конечно, это влечет прежде всего качество людей Те стороны, характеры, на которые хочется быть похожим И вот это на меня больше повлияло И именно похожесть на этих людей, желание им подобиться, стать похожим на них Это меня привело в эту профессию То есть вас вдохновили летчики? Люди, да, люди Не сами самолеты Сами самолеты, это уже тот инструмент, с помощью которого ты становишься в той профессии Тем, чем ты хотел стать, похожим на этих людей И то есть когда у вас зародилась эта мечта, это желание, и вы следовали этому целенаправлению? Да, и практически я, вот начиная с пятого, шестого класса, у меня это все крепче, крепче Я даже вот обучаясь в школе, уже дисциплины, которые связаны в перспективе с летанием, чтобы стать летчиком Они меня как бы ставили в рамки, что я обязательно и очень тщательно ими занимался Математика, физика, точной науки Физкультура и спорт, ну это потребность была, даже это и не надо было, так сказать, этому Себя держать в рамках Поэтому все, действительно, выбор реализован был, начат в школе Реализовал я после окончания школы, поступив в училище военное, летчиков И в последующем закончил школу летчиков-испытателей И стал испытателем Вот вы испытывали разные типы самолетов, да, но в основном грузовые, да, именно грузовые перевозки техники и так далее Ну, связь ваша, видимо, такая именно с этой специализацией А истребители были в вашей жизни? Да, конечно Но преимущество все-таки грузовой техники? Сейчас расскажу Значит, когда я поступил в училище, училище имело профиль военно-транспортной авиации Те самые грузовые, о которых вы говорите, это военно-транспортная авиация Вот, и изначально, чтобы стать летчиком-испытателем, надо наработать в обычных, так сказать, строевых частях Определенный опыт, классность получить Вот что я и делал Сначала, сразу после училища не берут летчики-испытателя, как вы понимаете И я летал на транспортных самолетах И гражданских самолетах Такие, как, начал Ил-14, Ан-24, 26, Ан-12, Ту-104 Достал, даже застал такой первый реактивный пассажирский самолет Мне на нем пришлось полетать Ту-154 уже современный, он по сей день летает Я командиром на нем летал И поэтому мой профиль После завершения школы летчик-испытателей Он как бы уже был предопределен Потому что я хорошо знал эту тематику Я понимал, что такое грузовые перевозки, что такое десантирование Что такое десантирование воздушное, имею в виду И поэтому мне как бы естественнее было пойти на испытания именно этой техники Но обучаясь в центре, я летал на МиГ-21 На Л-39 учебно-тренировочный самолет Летал на, уже находясь на испытаниях, на спортивно-акробатическом И проводил государственные испытания спортивно-акробатического самолета Су-26 Это чисто спортивная акробатика, которая чемпионами мира наши стали на этих самолетах И мужчины, и женщины Вот этот самолет мы как раз проводили в нашем управлении испытаний И я, в частности, как ведущий летчик Поэтому это именно с этим связано Что было логичнее Хотя я мог пойти и на чисто истребительный Я бы понимал, что это надо как бы, знаете, как с первого класса тебя обучают чему-то Это было бы логичнее Но бомбардировочная авиация, она близка к военно-транспортной По размерам летательных аппаратов По задачам, которые здесь десантированы Там бомбометание То есть они где-то, задачи такие, пересекающиеся Потому что идет, как бы, воздушное прицеливание Выход на боевую, там, на цель Ну и так далее Это все такие технические вещи Ну вот, а какие ощущения у вас были, когда вот вы стояли перед вот этой огромной машиной Ведь вы работали с большими машинами, да, самыми большими самолетами, точнее С самыми большими в мире Какие были ощущения, когда вы стояли перед вот этим аппаратом В котором вы садитесь первый раз Вы садитесь его, точнее, полетите его испытывать Не было бы ощущения страха, не знаю, паники Какие ощущения были первые разы, когда штурвал сели испытывать самолет, помните? Ой, трудно вам сказать, как что испытывать Их было так много, что вы даже не помните Ну, примерно, ну, хорошо Ну, в принципе, если о страхе вам сказать Что не боится человек только ненормальный Паники не должно быть однозначно Если есть паника, подходить к авиации и садиться в самолет не надо Смысла нет, это беда будет Но человек должен испытывать Это нормальная, естественная реакция организма на опасность Человек боится что? Боится неизведанного Боится того, что он не знает или не умеет Или еще не получил знания по какому-то предмету Поэтому, если ты идешь на какую-то опасную Ну, или повышенной опасности работу Ты должен просто как можно глубже понять Что ты будешь делать И что надо делать, если вдруг какая-то ситуация выйдет Из ожидаемого течения событий Ну, так называемые особые случаи возникают У вас были такие особые случаи? У меня их предостаточно было, естественно Что в этот момент происходило? Ведь вы спасали машину В этом и происходит профессионализм летчика-испытателей Летчик-испытатель должен работать Он должен принимать решения соизмеримые С его знаниями, с его опытом Он должен так действовать, чтобы последствия были благоприятны То есть, если он впадает в панику Если он боится и цепенеет от ужаса и так далее Все, на этом Либо он может не вернуться Либо смысла нет этим заниматься Поэтому страх, он В чистом виде он существует И, конечно, он Вот, скажем, у меня ощущения были Повышенной такой собранности Концентрации Ты подходишь, ты понимаешь Да, сейчас будет что-то такое Ну, повышенной опасности Какой-то режим Понимаешь, что может быть выброс какой-то Оно и происходит там порой Но ты к этому уже готов Ты знаешь, что ты будешь делать Ты, главное, морально и психологически подготовленный У тебя не происходит оцепенение То, что недопустимо воспитать на работе Вот А страх потом приходит, когда ты вернешься Когда что-то неожиданное произошло Да, пришел Вот у нас, скажем, когда мы на Украине поднимали опытную машину Ан-70 Достаточно интересной судьбы И вот сейчас, кстати Сейчас решается ее дальнейшая судьба В 95-м году был поднят экипажем украинским АНТК Это имени Олега Константиновича Антонова Находится КБ в Киеве И там был создан совместно российско-украинский самолет Ан-70 Поднял его Сережа Максимов Командир экипажа В 95-м году И на 4-м полете они погибли Произошла катастрофа Они столкнулись в воздухе с самолетом сопровождения И самолет упал Экипаж погиб Они не смогли его покинуть Вот Я работал в государственной комиссии По расследованию этой катастрофы Со стороны российской Потому что основная комиссия была украинская Это уже 95-й год Мы уже два государства То есть Хотя в свое время Это все был единый Советский Союз И никаких проблем не было Все это в одном экономическом пространстве Данный самолет на 80% комплектующих Был российского Российского производства Вот И работая в этой комиссии Мы поняли Что самолет Ни при чем В данной ситуации В катастрофе Он не виноват Так сказать То есть это летчики не сработали Да Виноват был экипаж сопровождения Они его потеряли из вида Заняли неправильную позицию По отношению к нему И произошло Непреднамеренное столкновение Причем Споследствием для Ан-70 Такое что Экипаж погиб И меня генеральный конструктор Прямо вот на этих При работе этой комиссии Пригласил Поднять второй экземпляр То есть вторую машину Когда я работаю А я возглавлял Группу Летного Летную группу Ну в комиссии там Делится на разные Подгруппы Которые занимаются Кто технической страной Кто метеообеспечением И так далее Вот я летно Описывал вот эту летную часть Кто как пилотировал И что Почему это могло произойти Вот И я Своё мнение Когда доложил В комиссии В государственной Председателем был тогда Кстати Ющенко Он был премьером Да Он был премьером В тот момент на Украине И был назначен Председателем Государственной комиссии По данному Летательному аппарату И он Нас он не заслушивал А Представитель его Приезжал Слушивал Так сказать И передавали информацию Ющенко туда Ну короче говоря Я Находясь в России АНТК находится на Украине Я Генеральному конструктору Ответил Что говорю Я знаю Что самолет ни при чем Поэтому я готов Естественно Поднимать Второй экземпляр Который только через Два года Его сделали То есть Надо было подготовку Опять по новой Проходить То есть сначала И генеральный конструктор Говорит Я согласую Там с вашим Правительством Все там С Минобороны Такое решение было Выработано совместно И я Действительно Получил Возможность Поехать в Киев Я жил там Девять месяцев Готовился На подъем Второго экземпляра Но меня не утвердила Государственная комиссия Они сказали Украинский самолет Должен поднимать Украинский летчик Генеральный сказал Следующий Он меня пригласил Петр Васильевич Балабуев И сказал Государственная комиссия Не утвердила тебя В качестве Командира Сказала Что самолет Должен поднимать Украинский летчик Но для меня Вы два командира Что тот Что тот Ты от России То есть чисто Политический момент Не обращай внимания Да Я говорю Петр Васильевич Я говорю Настоящий профессионал К которому я себя Отношу Я говорю С какого места Сидеть Слева или справа Никакой разницы нет Я знаю Что тут работа Начнется не В момент подъема А после этого Потому что Сосна работа Дальше Там большой объем Испытаний Это сотни Испытательных полетов Все прекрасно понималось Поэтому мы Вот так и сидели Я сидел справа Саша Голуненко Сидел слева Украинский летчик Мы подняли И у нас Произошел отказ На десятой секунде Отказалась Система управления Самолет Перестал управляться И вот Вы К слову Страха И вот Что я вам скажу Что Мы это оценили Только на высоте Две с половиной тысячи метров Это по записям Мы потом поняли Что самолет С десятой секунды Не управлялся Но После отрыва И подъема Так сказать Передней стойки И перевода самолет В набор высоты Самолет был сбалансирован И когда произошел отказ Он просто Как из прощи Выброшенный камень Он летел С набором высоты И Александр Мягко держась за штурвал Считал Что он управляет самолетом На самом деле Самолет просто двигался По Траектории Которую мы ему создали Поднимая переднюю стойку Начиная набор высоты Если бы это было В переходный период Трудно сказать Чем бы это закончилось Но в этой ситуации Мы это почувствовали Только на высоте Две с половиной тысячи метров Когда мы должны были Перевести самолет В горизонтальный полет Я начал дросселировать двигатели То есть прибирать обороты И самолет стал опускать нос Ну так Конструктивно они все сделаны Так сказать Происходит перебалансировка Самолет стал опускать нос И вдруг я слышу Александр пытается Нос поддержать Движение должно быть Штурвальная колонка на себя Он начинает двигать Штурвальную колонку Потом триммирует То есть есть такой еще механизм Который помогает ему это делать А самолет продолжает опускать нос И переходит в пикирование И он нажимает тогда кнопку И говорит Самолет не управляется Первый вылет Второго экземпляра После катастрофы И вот я скажу Что вот в эту секунду У меня перед глазами Почему-то такая картина Я вспоминал потом Было это или не было Было Точно вот помню У меня было Видение Прямо вот мгновение Что я В охапку Иду с парашютом Навстречу идет Петр Васильевич Как была бы Я говорю Извините Опять не получилось Представляете Вот такая вот психологическая Это за доля секунды Пролетает Вот действительно Говорит Жизнь В такие секунды Пролетает жизнь Да Это происходило Считанные секунды Потому что Понимаете Большой самолет Который 100 тонн Весит Переведя Снижение Он мгновенно Разгоняется У нас Механизация крыла Это закрылки Там предкрылки Были выпущены Шасси были выпущены Мы ничего не трогали Конфигурация была Взлетная И конечно Разрушение У них скорости А это я к чему говорю Что скорости Они ограничены И в такой конфигурации Снижение там Резкое Чревато тем Что он разрушается В воздухе Мы выключили Всю автоматику Да У нас Хватило ума Вот так сказать Не посистемно Там шесть Каналов управления Было Шесть Три Цифровые Это новый Совершенный Самолет был По Идеологии Создания Там Электродистанционная Система управления Впервые То есть Новации Впервые Да На самолете Все каналы Были сделаны Вот в такой Системе исполнения То есть Вместо Тяг Качалок Там этих Тросов Шел проводок Электрический К исполнительному Механизму Который отклонял Поверхность Рулевые И Вот это И было Новизной Но для Надежности Там было Три 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 системы Которые Управлялись Цифровыми Вычислительными Машинами Три Канала В каждом В каждом По продольному По боковому По путевому Каналу И три Аналоговые Машины То есть Как бы Разводились Повышалась Надежность Системы Если цифра Отказывает Выходит Аналоговая Более Примитивная Но Более Надежная И вот Если И то И другое Отказывает Три Канала Этих Три Канала То была Еще Седьмая Система Гидродистанционная Эта система Она имеет Очень Такую Характерную Интересную Историю Впервые Она была Применена На бомбардировщике На нашем Самолете Ту-160 Ну Слышали Наверное Раз С авиацией Уже тут Много Беседовать Вот Это Стратегический Бомбардировщик Наш И ведущий Летчик Миша Позняков Который Проводил Испытание Я ему Звоню И говорю Миш У нас тут На самолете Стоит Какая-то Гидродистанционная Система Он говорит Я говорю Что это такое Расскажи Вот Популярно Потому что Это же Новый самолет Впервые Неопробованный Как ее Ты на ней Летал Ты Проволую Он говорит Ты знаешь У нас в инструкции Ту-160 Записано Если произойдет Ядерный Ядерный взрыв Электромагнитный Импульс Который Поражает Все Электро Радиоэлектронное Оборудование То есть Это очень мощный Такой энергетический Электромагнитный Посыл идет В эфире В атмосфере Который Всю аппаратуру В радиусе Скажем Там Пятидесят Может быть Даже ста километров Он может пожечь И если там А это Что такое Электродистанционная Система управления Это как раз Те самые цифровые машины Те самые аналоги Она сгорит и все И я лишаюсь управления То же самое Ту-160 И он говорит И у нас записано Если вдруг Электромагнитный импульс Или там Еще какая-то причина Приветствия к тому Что Разрушено Потеряно Управление Электродистанционное Тогда перейти На Он говорит У вас Гидродистанционный Называется А у нас называется Гидромеханическая ГМС Система Перейти на ГМС На эту гидромеханическую Систему И если позволяет Управляемость Самолета Выполнить Боевую задачу То есть Пустить ракету Там Сбросить бомбу И катапультироваться То есть Эта система Предполагает Возможность Держаться В воздухе Как бы И он мне Это сообщает Я говорю Да Не очень А у нас Будет даже Попытка Полетать И сесть На этой системе Он говорит Ну У нас Тоже Было Но Не дошло До этого Как бы В испытаниях Мы до этого Не добрались И вдруг Мы в первом же Полете Попадаем На то Что мы Выключаем Все эти Всю автоматику Шесть каналов Одним махом Потому что Некогда было Перебирать каналы Какой из них Отказал На каком Мы находимся И какой Выключили всю эту Автоматику Шесть каналов Сразу И остались На той самой Гидродистанционной Системе Которая Трубопроводом Гидрашка От Штурвальной колонки До Руля высоты Практически Трубопровод С гидрожидкостью Находится Вот И у нас Началась Там естественно Систопляска Самолет Он Достаточно Но мы справились И остановили Там колебательные движения Которые попал в самолет Попытались Симитировать Посадку На этой системе В воздухе Заняв Символическую Тысячу метров Считая Что это будет Ноль Как бы земля И посмотрели Как себя поведет самолет На взятие штурвала Там А то может быть Подойдешь к земле И его куда-нибудь Понесет Поэтому Ноль Назначили тысячу метров Подошли к этой Тысяче метров Попробовали Вроде идет И пошли на посадку И посадили самолет У нас завершилось Все удачно Ваша жизнь висела На проводке Можно сказать На трубочке На трубочке Да-да-да Стресс получаете? Вы получали В таких моментах И как вы От него избавляетесь? Как вы справляетесь Приземляетесь на землю Да, вот вы прилетели На землю прилетели Как вы это переживаете? Вы реально могли погибнуть? Я вам буду правду рассказывать Конечно Мы от вас другого и не ждем Потому что Стресс должны психологи снимать По идее Но в нашей работе К нам еще никто Никогда психологов не прикреплял Поэтому стресс снимается Одним надежным русским способом Надо налить хороший стакан Хорошего напитка крепкого Чтобы нервная система Как можно быстрее Смысл стресса в чем? В том, что центральная нервная система Ну и вегетативная тоже включается Идет мгновенный вброс адреналина Причем очень много Адреналин это достаточно Активирующее такое вещество Фермент Которое заставляет все быстрее работать Это необходимость Это вот почему воинов отбирали Македонский Помните? Он его пугал И если тот крашнел То есть у него выделялся адреналин Он убрал войско Если тот бледнел от ужаса Он его выгонял Он ему не нужен У того, значит, неправильно функционирует Так вот адреналин Он как положительную функцию несет В момент действия Так отрицательную в том Если он не будет выведен из крови дальше Дозрушает нервность И у меня произошел такой случай Однажды Я неожиданно совершенно для себя Попал в туман Вез рук состав Там генералы Были у меня на борту И мне диспетчер Управляющий воздушным движением Не мог сказать, что у нас туман И он мне просто сказал Ночью дело было Он мне говорит, что Мы вам даем один заход на посадку Это в Ахтубинске было Я возвращался с другого аэродрома И говорит Вам даем один заход на посадку Если вы не зайдете Значит, уходите на запасной туда-то Я вижу аэродром сверху Я его вижу Вот он То есть туман Он вертикально может просматриваться А когда самолет в горизонтальный полет проходит То теряется, например Там с высоты 50-60 метров Вдруг попадаешь в какую-то абсолютно нулевую видимость И вот я так попал Но он меня предупредил У меня какое-то сомнение появилось И когда я подходил к ближней приводной Это высота около 70 метров И удаление около километра До начала взлетно-посадочной полосы В этот момент у меня начали расплываться огни Полосы, которые я их видел до этого В чечевицеобразные сначала И потом полностью пропадают Но поскольку я вот видел полосу Вот она здесь Я полагал, что это какая-то прослойка там Натянулась с Волги Я сейчас пройду И вот там должна быть полоса Я перешел на пилотирование По приборам Визуально шел Я видел уже полосу Вот она была передо мной Что там этот километр лететь Это несколько там десяток секунд и все И я на полосе И вот эти десяток секунд для меня оказались Для моего организма Вот вы о стрессе говорите Стрессовыми абсолютно Ну, не растерялся, как говорится В собранном состоянии Я потерял, конечно, полосу Вот снизился ниже и раньше необходимого Оказался на метре уже до полосы Я увидел, что почернело То есть туман, он практически до земли был Я увеличил режим работы двигателя И так на метре увидел прожектор Который стоит на машине Мне навстречу направили И я понял, что увидел, что торец полосы И я сел Мягко сели? Да, сел нормально Времени лишили? Нет, все это произошло очень корректно Я зарулил на стоянку А в армии положено, что старший там сидит У меня пассажир Я должен подойти к нему И спросить Уважаемый там Ну, не уважаемый, а товарищ генерал Разрешите получить замечание Смотрю, он на меня как-то так смотрит За что? Диковато Вот Разрешите получить замечание? Он говорит Что, жарко было? Я говорю Да, жарковато Думаю, что это? Думаю, оценил, наверное Я в таких сложных условиях сел Похвалил Я говорю Да, жарковато Пожал руку И все, он на меня как-то смотрит Ну и ушел Я возвращаюсь в кабину Она у меня смотрит Говорит А что это такое малиновое? А у меня цвет лица Вы знаете Не бордовый Вот когда Человек пьющий Да, у него такой Ну, а грустный А ярко-ярко малиновый Такой светло-светло Такой необычнейший цвет Вот это и есть Тот самый Впрыск адреналина Мощнейший И у меня где-то Вот до сих пор Все лицо Малинового цвета Ярковое причем Ну, думаю Сейчас все это пройдет Прихожу домой Час проходит Два проходит Пришел домой Ничего подобного Вот окрас и все А у меня как раз Штурман гостил Мой товарищ Он говорит Толя Ты ерундой не занимайся Давай-ка Водки стакан Надо Отключать Это адреналин, да И мы с ним сели Бутылку Я прям стакан граненый налил Водки выпил Закусили Лег спать Утром встал Все, огурец Ничего нет Прошло время Я к врачу обратился К одному там Беседовали И я говорю Ты знаешь У меня вот такая ситуация была Он говорит А как ты стресс Как ты вышел Из этой ситуации Я говорю Да я Обычным русским способом Там граненые стаканы А он говорит Молодец Вот если бы ты не сделал Не отключил систему У тебя могли последствия остаться В какой форме Может быть Эти пятна Я не знаю Но он говорит Ты абсолютно правильный То есть нужно Нужно вывести Адреналин из крови Нужно убрать его Для этого В принципе Сейчас медицину Я сейчас уже больше знаю Надо водичку пить Надо арбузик Ну чтобы промыть эту систему Просто обычный элементар А тогда Ну водка Она просто отключает нервную систему Это тоже способ Хорошо Пока заговорили про дом Расскажите Как в известной песне поется Сначала самолеты Первым делом самолеты А девушки потом Как в вашей жизни сложилось Как складывалась личная жизнь Хватало времени Это обманывали Что первым делом самолеты Оно все параллельно идет Это же не зависит даже от Я после училища Ведь понимаете В чем дело еще Есть природа Ну я имею в виду Природа в целом И человеческая в том числе И представьте себе 18-летние пацаны 17-летние даже Я поступал в училище На 4 с лишним года Попадают в казарму В то время Когда мы учились Это сейчас какие-то послабления В плане Где проживать Там Какие-то там Увольнительные Там длительные дают И так далее У вас было не так? Жесточайшая система была Казарма Там Еще не дай бог Где-то грипп Или еще что-то Вообще никуда не пускают Никаких радостей Все очень сдержано было Вот И И вот понимаете 19 лет 20 лет И все в заперти Да 17-18-19-20 Все практически Без контакта И вдруг выходишь На свободу Да То есть В форме Молодой лейтенант Красиво Еще лет Летчики Летчики Это все идет Нет Вообще раньше Прожили девиз Престиж профессии Да Совершенно Другое было Конечно Это Те времена Когда Коротич Начал армию Нашу Рушить изнутри Вот Такими публикациями Целенаправленно была Конечно Компания Да Это очень неприятно было Что такое Офицеры Прятались В городском транспорте В электричках Не одевали форму Даже было Распоряжение Что Будьте любезны Приезжайте в гражданки Здесь переодевайтесь Вот Что может сделать Средство массовой информации Представляете Это мощнейшее оружие Мощнейшее Это к вопросу О первой любви Первая любовь Ну вот я вам и говорю Когда я лейтенантом Прибыл К месту службы Как бы Конечно Глаза горят Увидел девушку Понравилось Душа поет Да Душа поет Сердце тоже Поэтому это Никакого там Самолета В первую Нет Все Девушки И самолеты Поэтому Жена нормально Отнеслась К вашей профессии То есть девушка Она как Она сказала Все Я счастлива Довольна Или были какие-то Знаете Я вот в тот момент Даже ничего не могу сказать По-моему это Как-то Девушку надо было Спрашивать Я даже представление Не имею Нет Ну вообще Жена к вашей профессии Хорошо относится Ну не боится Не то что не боится Понятно Переживает Ну как происходит Вот так что Она же постоянно думала Вот по крайней мере Когда вы летали Да Это же тоже стресс Какой-то для нее Я слышал что она На эту тему говорит Она говорит так Значит Я говорит знаю его Меня Знаю как он Относится к своей профессии Серьезно Глубоко И вдумчиво Поэтому в том плане Насти должны быть Все таки Я вот Пройдя этот путь Понимаю Степень сложности Степень Ну риска Скажем Степень Опасности Ответственности Ответственности Колоссальной ответственности Я вам сейчас Поясню эту почему То Вот Склад Моего характера Моя Так сказать Подготовка Моё отношение Оно мне как бы Ну гарантировало то Что я вот сейчас Сижу перед вами Я не могу Ручиться за ребенка Да Ребенка Что он сможет Вот пройти этот путь Именно так Вот И поэтому я Никак Не относился к тому Что он выбрал Другое направление Все ради бога Я даже Даже не то что там Пойдем Я тебя Пойдем Свожу в музей И там Нацелю тебя на этот путь Нет конечно Это даже Ну а дети Вообще гордятся вами А не хвастаются Перед своими Друзьями Вы когда нибудь Слышали от детей Такую фразу Что папа Мы тобой гордимся Ну слышал У меня дочь Она у меня журналист Она закончила Полиграфический университет Московский Вот Сейчас детское движение Москвы Один из начальников отдела Хоть ей 23 года Но человек очень На свое место попал И ей это так интересно Ее сразу увидели Еще В процессе обучения И вот она Где-то там комментировала Вот такие вот наши Я слышал такое Да Она говорила Конечно Говорю Приятно Приятно Конечно От ребенка такое слышали Вы знаете Жить С осознанием того Что твой папа Герой Я сейчас говорю Не о государственной награде А исключительно О его Человеческих И профессиональных Качествах Просто не оставляет Тебе другого выхода Кроме как Стараться в своей деятельности Быть на уровне Для меня Папа Это так сказать Высший пилотаж Авторитета И я прекрасно Знаю Что он также пользуется Большим авторитетом У своих знакомых Сослуживцев Друзей И даже в качестве Иллюстрации своих слов Я могу Рассказать случай Который произошел У меня на работе Буквально Вот на днях Мне нужно было договориться Об интервью С одним человеком Героем Российской Федерации Членом правления Клубов героев Москвы Московской области И я ему звоню Этому человеку И представляюсь Не называя своей фамилией Я представляюсь Объясняю цель Своего звонка И у него Соответственно Возникает Вполне логичный вопрос Откуда у вас Мой контактный номер И я объясняю Что дело в том Что я являюсь Дочерью Андронова Анатолия Васильевича Уже набрала воздуха В легкие Чтобы продолжить Объяснять Кто это Он меня остановил Сказал Все Все Я понял Хорошо Я согласен Скажите Где и когда быть В такие моменты Конечно Очень гордо И приятно Правда Это очень приятно Слышать Такое Я В такие моменты Осознаю Что я несу ответственность Не только за Свою репутацию За свой авторитет Но и за авторитет Своего папы То есть Мне всегда Естественно Все что я делаю В своей жизни Ну может быть Это пафосно звучит Может быть Очень громко Но это правда Я всегда делаю Все с оглядкой На то Чтобы папа мной гордился Мне этого очень хочется Это очень для меня важно Я очень часто с ним советуюсь Особенно сейчас По долгу службы Так получилось Что я возглавила Отдел информационной поддержки Госучреждения И зная Что у него есть Богатый опыт Управления Различными структурами Конечно Для меня очень важно Его мнение Я часто с ним советуюсь На момент испытаний Его Вот основной Этой работы Профессиональной Я была маленькая Я не могла В полной мере Осознать То что Действительно Он рискует своей жизнью Это все легло На плечи мамы И спасибо ей За то Что она создавала Такой прекрасный Непоколебимый образ Папы Его действительно Его много не было дома Он был в командировках Постоянно Но Я всегда его ждала И я не понимала Что да Сейчас действительно Он там испытывает самолет И неизвестно Как этот полет закончится Я испытывала только Постоянную гордость Гордость Что мой папа летчик Это что-то такое Небесное Заоблачное Это праздник Каждый приход Папа домой с работы Это праздник А из командировок Это вообще Супер праздник С подарками Он всегда приходил Поэтому это вызывало Бешеный восторг С моей стороны Нет Конечно Дома он домашний Хороший При том что я знаю Какой он может быть Серьезный Строгий На работе Он очень ответственный Человек То есть Ну дома конечно Это папа Вот такой вопрос Вот смотрите Такие знания Которыми должен Обладать летчик Вот такое чувство Ответственности Такое Такую сконцентрированность Вот эти качества Они вам Прививались Выращивались В вас Во время обучения Во время службы Ведь военные люди Это наверное Определенная Действительно Вот знаете Такая каста людей И раньше Это вообще чувствовалось Да Вот во время Вот вашей Вот этой вот Военной службы Вот этой деятельности Насколько вы ощущали Вот эту воен Вот эту вот Силу военных людей Да Может быть Вы кого-то Помните Может быть Кому-то Вы благодарны За те знания За то Что вам Привили Да Вы знаете Конечно На то Как ты формируешься На то Каким ты В общем-то Становишься Несомненно Оказывают влияние Авторитеты Которые Рядом с тобой Перед тобой Ты видишь Как они поступают Какие решения Они принимают Это несомненно Ведь летная работа Особенно летчика-испытателя Именно летчика-испытателя Вот мне однажды задали вопрос И говорят Это все-таки ремесло Или это творчество И я однозначно Четко И понимаю Что это Ремесло однозначно Но оно творческое ремесло Понимаете То есть Это нельзя их разделять Это обязательно Конгломерат такой Почему ремесло Потому что Сама Как бы Жизнь в авиации Она И инструкции И Было такое наставление По производству полетов Они пишутся кровью К сожалению Все эти законы Они не В головах рождаются А по результатам Того или иного происшествия И поэтому Начинают Так или иначе Трактовать То событие Или иное И поэтому Это Несомненно Является Таким Ну как Незыблемым И чтобы Каждый не проходил Этот путь Своим Так сказать Утиным шагом Садится рядом Мастер Профессионал И ему Как ремесленнику Передает навыки Вот это Не так делается В книжке Ты прочитаешь Да Надо сделать Начинаешь делать Не получается Причем очень много Особенно в испытаниях Есть такие режимы Там Вираж Спираль Ну я просто Назову так Для примера Или координированное Скольжение Какое-то Площадки Расходные Это элементы Для того чтобы Ведь сами летные испытания Это не самоцель Для того чтобы Там Взять летчика Посадить Сказать Ну-ка полетай Там Получай удовольствие Или повбрызгивай себе адреналин Нет Это инструмент С помощью которого Берется ручка После которых И летчик Испытатель пишет Уважаемый Там Будущий летчик Который Будешь летать На этом Делать Делать надо Так-то Понимаете То есть Весь Квинтэссенция Всей этой работы Это инструкция Ну так В вашей жизни Были такие авторы Много ли их было? Конечно Конечно Несомненно И обучающий меня Садится рядом со мной Показывает Как это делается И просто Я же говорю Что В этой работе Ну Не только в этой работе Я думаю Что есть И должно быть Именно Человеческое Начало Человеческие качества Решающие Вот плохой человек Ну имеющий Я не буду Перечислять Эти качества Все мы знаем Вот Если он Негативен По жизни Ему нечего делать В работах Или там В деятельности Которая Предполагает Какие-то Серьезные результаты Серьезные Так сказать Я почему говорил Что Ответственность Колоссальная Представляете Вот самолет Новый Опытный Делается Делаются Сотни тысяч Людей Колоссальное количество Денежных средств Вкладывается В то Чтобы создать Этот образец А потом Отдают в руки Человеку И говорят Давай Представляете Какая ответственность Это колоссальная ответственность И от того Как ты будешь Не дай бог Ты по своей Разгильдяйству По своему незнанию Непониманию Что-то сотворишь И потеряешь Этот самолет Это же просто Профессиональная катастрофа Поэтому Люди Когда Двигаются В такой деятельности Не только Наша Достаточно много Таких Отраслей Жизни Деятельность Людей Где Именно в руки Одного Передается Труд И ценность Колоссального Предприятий Сотни Я же говорю Это Если вам Раскрыть Когда-нибудь Карту Сквозной график Строительства самолета Сколько С каких мест Советского Союза Свозятся Запчасти Сколько людей Работает Колоссально Ответственность Несомненно Большая Поэтому Все это вместе Все это вместе Конечно Заставляет человека Самому Относиться Потому что Если ты Не наделен Нормальными Человеческими Качествами И достоинствами Там делать Нечего Ни стяжательства Ни жадность Ни завистливость Ни какие-то там Эти Негативы Все это должно Быть забыто Или Не то что забыто Это недопустимо В этом человеке И если в авиацию Все-таки идет Отбор Комиссия какая-то Проходит Медицинская Психологическая То в летчики Испытатели Среди этих Выбирают еще Других Более Так сказать Там отбор Ну как бы Ну я Немножко горжусь Что меня выбрали Ну ничего Ну как иначе Объяснить Значит Проблем в отношениях С коллективом Наверное Никогда не было То есть Все было очень по-доброму Душевно И друзья Соответственно В принципе да Дружите сейчас В принципе Конечно Все эти встречи У нас проходят Когда Различ Ну сейчас какие чаще К сожалению встречи Кстати А расскажите Вот мы знаем Что 9 декабря Отмечается День героев Отечества Вы отмечаете Этот праздник То есть для вас Он является праздником Как и день рождения Новый год Да Ну это во-первых Все-таки государственный праздник Вы знаете Да об этом Да Вот он учрежден Соответственно С 2000 И правительство Всегда устраивает Правительство Москвы И Московской области Это все Достаточно Помпезно Торжественно Это где-то В театре Советской армии В доме ветеранов Нас собирают Приходит кто-то Из правительства То есть это все Достаточно Вот И потом Нас не так уж много Из 140 миллионов А приятно было Когда вам вручили Вы присвоили Это звание Вручали Конечно А кто вручал вам Ельцин Борис Николаевич В Кремле Да Что он вам сказал Или просто поздравил Он мне Он поздравил просто Просто сказал Он мне сказал Когда Я до этого С ним Пересекался На выставке Макс Да Да С того Авиационного Макс 97 был Мы подняли машину В 97 году 24 апреля Удачно сели Ну и там Убрали Те недостатки Которые привели К этому отказу Разобрались Причем Самолет повел себя Именно так Он по другому Себя не мог повести Ошибка была Введена на земле То есть Ни какой-то отказ Ни какой-то поломка Именно ошибка Математики Которая была Введена В автоматику Она привела к тому Что она сделала Анализ определенный По функционированию систем И приняла решение Он не летит И выключает систему Представляете Но На всю эту Проработку Ушло 9 секунд У нее Все Машины там Проработали Он не летит А мы находились в воздухе Поэтому системы были заблокированы Вот И В 90 В августе 1997 года Был Макс В Жуковском Мы туда прилетели На этом самолете И был президентский показ Самых таких Ну новизны Несколько машин Выбрали В том числе стояла Наша На 70 Генеральный конструктор Петр Васильевич Был Буев был Генеральный конструктор Двигателей Муравченко Вот Саша Голуненко Украинский летчик И я Российский Вот мы вчетвером стояли Потому что больше Служба безопасности Никого не подпускала Мы вчетвером стояли И ждали его проход Он шел С главнокомандующим Ну со свитой Со своей естественно Вот Подошел к самолету Генеральный Стал ему докладывать Говорит Вот Самолет Ан-70 Мы его Вот Он Значит его как-то Не очень слушает Он после операции Кстати был Лицо такое Еще не очень свежее У него было Он Значит Здоровается Просто так Руку протягивает А Балабов Петр Васильевич Это был гениальнейший Авиаконструктор Это гениальнейший человек Он Настолько тонко чувствовал Вот Всю эту ситуацию Все как развивается Он тут же Прекращает доклад Видит что-то Ну не вслушивается Его рассказы Про Достоинства этого самолета И говорит Вот это генеральный конструктор Двигателей Это вот Ваш российский Летчик-испытатель Который ведет Эту машину Это наш украинский Летчик-испытатель Ведущий летчик-испытатель Вот Он мне протягивает руку Здоровится И говорит Все что он тут рассказывает Правда что ли А мы на тот момент Сделали Ну порядка Десяти полетов С апреля по Ну может чуть больше Вот Я ему говорю Борис Николаевич Ну мы только начали Программу испытаний Но пока Вот первые полеты Дают основания считать Что все как бы идет По Обещанным Скажем Характеристикам Которые генеральный Закладывал Вот И он говорит Ну Типа Дерзайте А главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Степанович Денекин Он стоял рядом И когда Ельцин буквально Два шага отошел А представление на героя Уже у меня где-то год Ходило там В кадрах Военно-воздушных силах Где-то Вот И он у меня Денекин Раз так за руку И говорит А ты у нас герой или нет Я говорю Товарищ главнокомандующий Ну у вас где-то представление Он говорит Борис Николаевич Борис Николаевич Останавливает его И говорит Борис Николаевич Я вот хочу На героя представить Героя, да Представить его Вот он Так сказать Он опять разворачивается Опять руку жмет И говорит Ну раз достоин Представляю Я подпишу Представляете Вот такие Счастливый миг Момент Так все Но тем не менее Сразу не получилось Что вы Еще не получилось Обалдеть И только в январе Месяце Меня Денекин Поздравил Позвонил Главком Там был В штабе где-то Не в кабинете Звонок Он говорит Главнокомандующий Срочно выйди На приемную Я значит Набираю Порученец говорит Сейчас Петр Степанович Возьмет трубку Он говорит Ну как у тебя настроение Я говорю Нормально Товарищ Главнокомандующий Он говорит Ну поздравляю Подписан указ Ты Ну конечно Представляете Первым кто поздравил Главнокомандующий Ну так должно быть Вот такая Так что Действительно Эмоции там И там я свой след оставил Как летчик-испытатель Я просто не буду детализации рассказывать Но есть там Типа там Мои следы четкие Когда Вывел Там Какой-то конкретный Конкретный Недостаток Они вынуждены Были остановить Испытание Изменить это Сделать как надо На тебя по-другому смотрят То есть ты не просто Тупо летаешь И все подписываешь А именно ты Знаешь Что ты хочешь получить От этого самолета В результате Меня представляют К ордену Это я получил Первый орден За испытание АН-124 Как это? Приятно? Конечно приятно Второй орден Получил за то Что Мы совершили Кругосветку На этом же АН-124 Совершили полет Вокруг земного шара За 72 часа 26 минут Мы пролетели Через Характерные точки Земного шара Через Южный полюс Через Северный полюс Через Ноль широты Ноль долготы Это экватор Пересекается С нулевым меридианом И Ноль широты Ноль широты Ноль долготы Экватор у нас Ноль широты Считается А долгота Ноль Одна точка А вторая С другой стороны 180 Вот через эти Две характерные точки Как бы Географическое Вот этого Земного шара И Нас тоже Представили Кардинам За этот полет Потому что Это не просто Был Показ Авиационной техники Реклама В мире Впервые Это же 90-й год Представляете Мы впервые Практически За рубеж Стали летать Это же был Вот этот Занавес Который был Он плавно Стал Пока разворачиваться Еще не все Но уже там Щель появилась Можно было полететь туда Вот Мы узнали Что оказывается Наши системы Наши Ну обслуживающие Скажем Сервисные Аэродромы Они не подходят К международным Ну оказывается И кое-что Надо не так делать Это был не только Не просто такой Рекламный трюк Миллион долларов Выброшенный На полет Был научный прорыв Конечно Мы много получили Информации Плюс климатические зоны Плюс Что такое Пройти через Северный полюс Это будет Это кажется Что это так просто Вы понимаете Это точка Вот у нас Курсовые системы Нет Я просто хочу Пояснить один момент Ну очень интересный В принципе Когда на северный полюс Летишь То ты всегда Летишь с курсом ноль Ну компас Представляете Ну да В магнитном поле земли Стрелочка показывает На север И вот мы по этой Стрелочке летим То есть я С любой части Земного шара Курсом ноль Лечу на север И вот я прихожу На северный полюс С курсом ноль Причем это не зависит Откуда я лечу И в этой точке В этой точке Теперь курс 180 То есть стрелка Разворачивается Север остается За спиной А 180 То есть на южный полюс Она начинает показывать Ну куда лететь-то Она крутнулась На 180 А в любую сторону Ты летишь С курсом 180 И вот Наши Наши Навигационные системы Должны понять Прохождение Вот этого Этой точки Необычной для Ну в нормальных условиях Никто же не летает Над северным полюсом Это какие-то Редкие полеты Вот надо было понять Как система среагирует Как она Она может просто Сойти с ума И поведет Не весть куда Не в Москву Или там На Камчатку Поведет в Соединенные Штаты И поэтому мы Дублирующими системами Там Средствами Астрономическими Контролировали Как отреагирует система Скажите Вы депутат Еще и Щелковского Совета депутатов Как вы ушли в политику? Щелковский Муниципальный район Это моя родина Как я уже Объяснял И поэтому Что здесь происходит Как мы здесь живем Для меня Не безинтересно И когда меня Пригласили В общем-то На Такую работу Я Не то что я искал Пути Пойти в депутатство После Общения С администрацией Мне сказали Не хотите ли Вот поработать На благо нашего Я говорю Конечно Мне не безразлично Как и чем будут Дышать И жить здесь Наши дети Внуки дальнейшие И так далее Поэтому я и пришел А есть ли какие-то дела Уже сделанные Вот за время Вашего Так сказать Вашей работы Может быть Чем вы Особо дорожите Гордитесь Какие-то проекты Знаете Есть Есть очень большая Серьезная программа Которую Ну я инициировал Инициировал Но это разговор На не менее чем На часа на полтора Ну кратко Программа о чем Какая социальная Программа Социально-экономического Развития района На длительное время Связанная С продлением жизни Средней продолжительности Жизни Порядка 7-9 лет С обоснованием С предложением Нового раздела В медицине Она будет называться Физиопрофилактическая Медицина С разработкой Таких приборов Которые будут Стимулировать Иммунитет Человека Иммунную систему Это плод В общем-то Большого объема Литературы Проработки Пересечения С интересными людьми Которые работают В этой отрасли От медицины Вот Предложено Руководителю Нашего Главе Района Он ознакомился С удовольствием Говорит Это будет Мы проходим Вы говорили О Проекте Пилотном проекте Да Вот Однологично Это пилотный В России Проект Он уже частично Даже доложен В правительство И Все ждут Нашего обоснования Той теории Той научной Обоснованности И Статистического Подтверждения Наших предложений Осталось только Буквально рассмотреть Организация всей работы Еще вот в стадии В стадии Вот это очень серьезный Большой объем Антоний Васильевич Вообще такой Прогрессивный человек Который не может сидеть На месте Ему нужно что-то новое Вот Я так сказала бы Государственный человек Потому что он берет Такие глобальные вопросы И я так думаю Что конечная цель Это В общем-то Какая-то помощь Всему народу России В каком это Виде Могло бы выражаться Вот в частности Значит У него возникла идея И в общем-то Это видимо С каким-то Пообщался Он с профессором Поговорил Прочитал Вот И мы Стали собираться Ячейкой Так сказать Нашей депутатской Из разных фракций Совершенно И стали обсуждать Как Единственный такой вопрос Как продлить жизнь Вообще В мировом масштабе Ну естественно Все это зависит От здоровья Человека Прежде всего Если здоровый человек Значит И жить он будет дольше Вот И мы Как бы Изучая эту проблему Пад Конечно Постоянно Он нас тормошит Вот Это ничего не сказать Потому что Он нас Руководитель И он нас Как бы Вместе Собирал Вот Мы Все в лоб И в лоб Уходили В итоге Дошли Так сказать До Молекулярного Уровня И решили Значит Что есть Такой аппарат Который Не использовался Раньше Вот Избранно Который Мог бы Повлиять На структуру Нашу В частности По теплоотдаче Клетки Итог Значит Иммунная система Должна Как бы Быть Здоровой Вот так Поддерживать То есть Сама себя Да Вот Под воздействием Этого аппарата Он Конечно Относится К физиотерапевтическим Аппаратам Вот И Естественно Этап Такой Вначале Мы вначале Находимся Вот И мы решили Что Все-таки Нужно Это До конца Изучить Проанализировать Анатолий Васильевич Он Имеет Связь С Фрязина С физиками Он общается Я как медик Есть у нас Член нашей группы Андрианов Которые По сельскому Хозяйству Потому что Конечно Здоровье Населения Кроме Вот этого Негативного Влияния Окружающей Среды Воздух Вода Естественно Некачественные Продукты В которых Концентраты Разные Добавки Присутствуют Все это Негативно Сказывается Прежде всего На иммунную Систему Я так думаю Что в Щелковском Районе Как мы Предположительно Мыслили Что это Несколько будет Больниц Две-три Где будут Установки Эти стоять И естественно Будут Ребятишек Потому что Самое основное Это дети И с детского Возраста Нужно Вот этот Иммунный Статус Как бы Поддерживать Поэтому Вот это Самое Как бы Дорогое Для нас А так Это Работа Физиотерапевтов У нас Доктор С высшей Категории Достаточно Грамотный И у нас Есть возможности Это делать Если То есть Наш больниц Как бы Входит В этот Перечень Куда будут Установлены Эти Установочки Аппараты И любой Желающий Да Конечно И я так Надеюсь На эту программу Потому что Анатолий Васильевич Тоже верит Он такой Энтузиаст Вот Мы все В это верим И нас поддерживает Глава Нашего Щелковского Муниципального Района Вот Ганяев Александр Матвеевич И мы так Думаем Что все-таки Что-то Мы должны Сделать И если Это получится Будет здорово Ну и вот Буквально На днях Мы СТП Приняли Вы представляете Схему Территориального Планирования Которая Определяет Перспективу Развития Социальной Жизни Социальных Условий Я думаю Жители этого Давно ждут И конечно же Ну видите 90-е годы Когда мы Прыгнули В экономическую Новую формацию Бездокументально Без юридической Подоплек И определения Генеральных Направлений Это Москва Из-за этого Все это Сказывается Москва пострадала Вот эти все Застройки Точные Безобразные Это как раз Результат Градостроительный кодекс Который появился В четвертом году Он как раз И заставил Остановиться Разработать Вот эти самые Обоснованные Принять схемы Территориального Планирования Перспективы Развития Вот так Должно строиться Плановость Должно быть И осмысленность Как вы считаете Есть ли у вас Может быть Ангел-хранитель Либо просто Вы такой Жизнестойкий Человек Жизнелюбивый Человек Верите Что что-то Сверху Вас оберегает Ну похоже Что есть Наверное Потому что Порой Действительно Удивляешься Вот Как-то так Все складывается У меня достаточно Много было Случаев Таких Неприятных Вот Однажды В Киптауне Мы взлетали Двигатель отказал Уже Выбирали место Посадки Где будем Вынуждены Садиться На берегу Мы с Доброй Надеждой И на Однеременный залив Залив Доброй Надежды Мы уже По состоянию Летения Того Как самолет Летел Мы уже понимали Что мы сейчас Будем вынуждены Там типа На брюхо Садиться Куда-то Вот до чего Доходило То есть Вы верующий Вообще человек Верите Да Знаете Вот Не знаю К сожалению Или к радости Меня с таких пор В атеистическом Так сказать Воспитание Держали И это школа Это комсомол Это партия И вот я сейчас Не пришел к вере Хотя я очень внимательный И очень С пониманием Отношусь к людям Которые Даже в любом возрасте Переходят Из одной Вот этого состояния Полный Я не хочу сказать Что я ни во что Не верю Я понимаю Есть вещи Совершенно необъяснимые Есть вещи Которые Нормальными Нашими Знаниями Так сказать Научными Как у нас принято Говорить Ну не объясняется Происходят События Информационное поле Какое-то Уровень космического Там идет Но Надо прийти к этому Я нет Я не пришел Ну а мы в свою очередь Верим Что и знаем Что на нашей Щелковской земле Есть такой замечательный Герой Россия И для нас Герой И очень гордимся Спасибо Очень занимательная беседа Мы слили Как будто Действительно Сами полетали Попробовали Испытать все эти ощущения Очень занимательного И интересного Собеседника Спасибо большое Спасибо большое И вам спасибо Субтитры подогнал «Симон» Спасибо большое